Мы, коллеги, начинаем работу. Просьба зарегистрироваться. Включите, пожалуйста, режим регистрации. Покажите результат регистрации. Уважаемые коллеги, в зале присутствует 415 депутатов, отсутствует 34,1 округ у нас с вами вакантный. Кворум есть. Коллеги, сегодня день рождения у Фетисова Вячеслава Александровича. Давайте его поздравим. Работаем, Вячеслав Александрович. Дополнительное соседание специально сделано. Что? Дополнительное соседание сделано. По инициативе Фетисова мы с вами дополнительное заседание назначили. Нет, я лишь реализую вашу волю коллективную. Так, коллеги, нам необходимо принять за основу проект порядка работы. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Принимается за основу порядок работы. Уважаемые коллеги, вы помните, мы вчера говорили о том, что выступления от фракции в рамках заседания не стали реализовывать в связи с тем, что был отчет правительства. Но сегодня, несмотря на то, что у нас дополнительное заседание, мы поставили в порядок работы выступления от фракции с тем, чтобы компенсировать, соответственно, вчерашнее их отсутствие. Это вот тоже... Что? Николай Васильевич, знаете, как говорят адвокаты, меньше слов, меньше срок. Так, выступление представителей фракции, пожалуйста, фракция КПРФ Тайсаев, Казбек Куцукович. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, со времен Карибского кризиса мир ни разу не подходил так близко к началу Третьей мировой войны, которая имеет реальные шансы стать ядерной и, как следствие, катастрофической для всего мира. Главная причина тому – политика США на международной арене, которая, по сути своей, имеет агрессивный и деструктивный характер. Если посмотреть внимательно, то будет очевидно, что Соединенные Штаты на протяжении всей своей истории постоянно принимали участие в войнах, интервенциях и карательных операциях. Подавляющее большинство вооруженных конфликтов – это, как правило, прямая агрессия против независимых государств. Любые вооруженные действия Соединенных Штатов и его союзников в любой точке земного шара приводили, как правило, к многочисленным жертвам среди мирного населения, к разрушению инфраструктуры и, как следствие, погружению целых государств в хаос – Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан – примеры агрессивной и деструктивной политики США только за последние десятилетия. Приведу статистику. В результате бомбардировок Югославии, Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, число погибших среди мирного населения составило свыше 1700 человек, в том числе почти 700 детей. Порядка 10 тысяч получили серьезные ранения. Без вести пропавших, по данным ООН, числилось более 800 человек. В результате военного конфликта, начавшегося с торжения сил США и их союзников в Ирак, с целью свержения режима Саддама Хусейна, потери иракского мирного населения и вовсе не могут подсчитать. По разным данным, составляют от сотни тысяч до полутора миллиона человек. В 2011 году в результате военной интервенции тех же США и его союзников в Ливии был свергнут лидер ливийского государства Муаммар Каддафи. Итоги этой военной интервенции определили в дальнейшем нестабильную ситуацию как самой Ливии, так в целом в регионе. Из Ближнего Востока хлынули миграционные потоки. Военная интервенция в Ливию под предлогом якобы защиты гражданского населения привела к гибели 380 тысяч ливийцев, к хаосу, гражданской войне, активизации деятельности террористических организаций, воюющих сегодня в том числе и на территории Сирии. За шесть лет гражданской войны в Сирии, спровоцированной США и их союзниками, было убито более 320 тысяч человек, чуть меньше половины из которых более 96 тысяч мирное население, из которых 17 тысяч 400 детей. Государственный переворот в Украине произошел при непосредственном участии спецслужб США, в результате чего получили там фашистскую власть, как следствие агрессивная политика властей Украины, направленной на уничтожение исторической, культурно-экономической основы Донбасса, которую кроме как геноцидом назвать никак нельзя. С начала 2014 года в результате варварских обстрелов городов и поселков Донецкой и Луганской народных республик, даже по оценкам ОБСЕ и Организации Объединенных Наций, было убито около 10 тысяч мирных жителей. По данным официальных лиц Донецкой народной республики и Луганской народной республики, погибло более 50 тысяч. Вывод можно сделать один, что самая главная страна-агрессор в мире – это США, которая очень часто под надуманным предлогом проводит военные операции, грубейшим образом нарушая нормы международного права. Все, что зреет сегодня в районе Корейского полуострова, ориентировано не только против КНДР, но и против России и Китая в том числе. Напомню, что ударная группировка военно-морских сил Соединенных Штатов Америки во главе с атомным авианосцем Карлом Винсон направлена к восточному повережью КНДР. Действия США в районе Корейского полуострова могут иметь крайне серьезные последствия, если будут нанесены ракетные удары по КНДР. Как бы американцам не нравилось, но Корейская народно-демократическая республика избрала самостоятельный, независимый путь своего развития и строить свою внутреннюю и внешнюю политику, исходя из своих национальных интересов, при этом нисколько не угрожая своим соседям, не навязывать свою идеологию и политическое мировоззрение. В составе различных делегаций мне довелось не раз посещать Корейскую народно-демократическую республику. Каждый раз я убеждался, что трудолюбивый народ этой страны, живущий по идеологии Чучхе, искренне желает мира, считая, что это единственным залогом успешного динамичного развития. КНДР действительно с каждым годом преобразуется. Строятся новые заводы и фабрики, возводятся современные жилые комплексы, открываются образовательные учреждения и объекты здравоохранения, развивается высокотехнологическая отрасль. С 2012 года Корейская народно-демократическая республика вошла в клуб космических держав, запустив в космос четыре спутника, это при том, что страна находится в изоляции. К сведению любителей покритиковать, хочу сообщить, что Ким Чен Ын – высокообразованный человек, имеет широкий круг познаний практически во всех областях. Еще хочу особо обратить внимание, что руководство Корейской народно-демократической республики и лично Ким Чен Ын крайне внимательно относятся к нуждам народа и к будущим поколениям, создавая необходимые условия для бесплатного образования, бесплатного здравоохранения, обеспечения жильем граждан своей страны. Естественно, для защиты своего мирного труда руководство КНДР делает все, чтобы укрепить обороноспособность своей страны. Единственная задача, которая стоит перед вооруженными силами страны – успешно противостоять любым попыткам внешней агрессии. Подтверждением тому является то, что за последние десятилетия вооруженные силы КНДР не принимали участие ни в одном из вооруженных конфликтов. В отличие от них, Сеул совместно с Вашингтоном проводит регулярно провокационные военные маневры простыми учениями, которые назвать трудно. Чтобы понять агрессивный характер этих военных игр, достаточно перечислить отрабатываемые на них действия. Первый – нанесение превентивного ядерного удара по КНДР, высадка десанта и захват Пхеньяна, уничтожение северокорейского руководства и, наконец, полная оккупация страны. По сути, несколько раз в году в Южной Корее проходит генеральная репетиция вторжения на север. В этих условиях КНДР вынуждена развивать свою ракетно-ядерную программу. Напомню, что в 1993 году КНДР объявил о своем выходе из договора о нераспространении ядерного оружия после конфликта с МАГАТЭ по ядерной программе КНДР. Все, что происходит вокруг Корейского полуострова, не может нас не волновать. Еще с 1949 года нас с Корейской Народно-демократической республикой связывают тесные, исключительно дружественные связи. Мы не раз приходили на помощь друг другу, поддерживали в любых самых сложных ситуациях. И сегодня эти связи успешно развиваются и углубляются. Мы регулярно обмениваемся парламентскими делегациями, часто бываем в КНДР, принимаем участие в праздновании исторических дат и событий, чему во многом способствует работа депутатской группы Государственной Думы по связям с парламентом Корейской Народно-демократической республикой. Особенно часто такие встречи проходят на уровне межпартийных связей между КПРФ и Трудовой партией Кореи. Я хочу напомнить, что 24 марта 2014 года был подписан договор о сотрудничестве между КПРФ и Трудовой партией Кореи, которая положила начало нового этапа взаимоотношений, стал прочной основой для дальнейшего углубления и расширения многосторонних связей между двумя братскими партиями. Все это диктует необходимость пригласить в Государственную Думу представителей парламента Корейской Народно-демократической республики, что позволит лучше представить сложившуюся нынешнюю ситуацию, жизнь корейского народа, проблемы, которые его волнуют, а также наметить действенный, конструктивный план дальнейшей работы. Тем более, что деятельность нашего посольства Корейской Народно-демократической республики чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Александра Ивановича Мацигоры способствует успешной реализации таких планов. Александр Иванович удивительный человек. Он уже 40 лет работает в Корее и за все эти годы провел огромную работу по укреплению дружественных связей между нашими странами. В Кеньяне действует православный храм Московской Патриархии, построенный по инициативе Ким Чен Ына, куда приходят не только представители нашего посольства, но и представители других дипломатических миссий. В КНДР самые востребованные к изучению из иностранных языков – это русский язык. С большой любовью в КНДР относятся к русской культуре и искусству. Должен отмечать, что работники посольства делают все, чтобы сохранить богатые традиции советской дипломатической школы. КНДР – наш дальневосточный сосед. Вполне естественно, что добрососедские отношения в первую очередь предполагают взаимное желание помогать и поддерживать друг друга. В сложившейся ситуацию эта помощь нашим корейским друзьям как никогда необходима. И призываю руководство Российской Федерации, депутатов обеих палат, оказать трудолюбивому мирному корейскому народу помощь и поддержку. Спасибо, Кадьбек Пуцуевич. Фракция ЛДПР Тарущин Игорь Андреевич. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги. В своем сегодняшнем выступлении хочу затронуть тему прошлогоднего весеннего «Паводка на Среднем Урале». Для примера остановлюсь на своей родной Свердловской области. Весной и летом 2016 года высокопоставленные региональные чиновники с экрана телевизора в муниципальных и региональных газетах утверждали, что поскольку «Паводок» признан федерального значения, то те жители, которые пострадали от «Паводка», при сдаче определенного количества документов получат по 50 и 100 тысяч рублей на человека в связи с частичной или полной утратой имущества из резервного фонда правительства Российской Федерации. Но как получается на практике? Ежемесячно в ЛДПР приходят десятки, сотни жителей Свердловской области, которые жалуются на то, что они до сих пор, уже спустя год, не получили компенсацию из федерального бюджета. Когда мы начали подробно разбираться с этой проблемой, то выяснилось, что единовременную компенсацию в 10 тысяч рублей получили практически все из регионального бюджета, но федеральных денег так никто из свердловчан и не увидел. Сегодня жителям нечего кушать, и я это не преувеличиваю. Они вынуждены жить в долгах и в кредитах. Они готовы поставить палатки возле зданий администрации и жить там до тех пор, пока чиновники не соизволят им выплатить положенную им компенсацию. Да и что такое компенсация в 10 тысяч рублей? Это 30-40 тысяч на семью. Вы на своих экранах прекрасно видите, как пострадали дома, как пострадали приусадебные участки, автотранспорт, скотина, дрова ушли вниз по течению. И реальный убыток всего имущества оценивается не в 10, 30, 40, а в сотни тысяч рублей. Я обращался с депутатскими запросами к губернатору, в региональный МЧС, к местным властям. От всех от них получил один и тот же ответ. Все документы собраны и отправлены непосредственно на правительство Российской Федерации. Ждем выплаты. Но на сегодняшний день Свердловская область является единственным субъектом из тех 10 порядка субъектов, которые пострадали в 2016 году от палатка, которые не получили денежную выплату. Получается, что все 9 субъектов получили, а Свердловская область не получили. И выясняется, что местные региональные чиновники с опозданиями, с ошибками сдали соответствующие документы. По закону нужно было в течение трех месяцев с момента возникновения ЧАЭС подать документы. Но наши свердловские власти подали документы только в январе 2017 года. Получается, что региональные чиновники в очередной раз обманули местных жителей. И несмотря даже на то, что областная прокуратура, областной суд, департамент общественной безопасности, на то время и МЧС России, и региональный МЧС в 2016 году все в один голос утверждали одно, что да, палаток признан федерального масштаба. А сейчас ко мне поступил официальный ответ от министра МЧС России. И меня поразил его ответ, что оказывается, палаток 2016 года был у нас межмуниципального характера. Уважаемый товарищ министр МЧС, согласно постановлению России от 21 мая 2007 года за номером 307, черным по белому написано, что межмуниципальным паводком признается тот, где пострадавших не более 50 человек, а федеральный признается, где свыше 500 человек. Вы в своем письме четко написали, что пострадавших более 2000 человек. Где здесь логика? Мне просто интересно, вы вообще смотрите, когда подписываете документы? И вообще неприемлемо считать граждан Свердловской области и получается по ответу министра, мягко говоря, принимать за идиотов. Потому что мы здесь прекрасно читаем законы и знаем, пусть чиновники в министерстве внимательно готовят ответы на депутатский запрос. И вообще свердловские власти прогнозируют, что в 2017 году палаток будет в два раза сильнее, затопит в два раза больше населенных пунктов. Мне уже несколько дней поступают звонки и в социальных сетях, пишут наши избиратели, что к их домам уже подошла вода и в некоторых муниципальных районах уже вода перекрыла дорогу. Поэтому ЛДПР требует незамедлительно правительства пересмотреть свое решение и выплатить положенную компенсацию жителям Свердловской области пострадавшим в 2016 году. Спасибо. Чернышев Борис Александрович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, как заместитель председателя Комитета по образованию и науке, хотел бы ответственно заявить о том, что после вчерашнего большого политического события отчета правительства десятки кафедр университетов по всей России с большим вниманием, с большим интересом приступили к изучению выступлений лидеров фракции. Особое внимание и особый интерес вызвало, конечно же, выступление Владимира Вольфовича Жириновского. И почему, сейчас объясню. Прежде всего, это те тезисы, которые были заявлены лидером ЛДПР. Почему я на этом заостряю внимание? Потому что это самое актуальное, как показало по откликам в интернете. Он говорил о русофобии, что стало следствием эксперимента социально-политического, общественного эксперимента, который так хвалили другие представители других фракций. И действительно есть тому подтверждение. Уже сейчас в некоторых постсоветских республиках заменяется кириллица на латиницу. Это огромное, большое геополитическое событие. При этом самое важное это то, какие исторические выводы были даны в связи с революционными событиями, о которых мы говорим. И сейчас, внимание на экран, небольшое видео, компиляция тех событий в исторической перспективе, которые были. Вот на экране, это с Бесогон ТВ, прекрасная передача, 905 год. Посмотрите, какая радость у людей. И заметьте, что это большинство молодежь, представители интеллигенции, те люди, которые с большим интересом воспринимали вот сейчас, смотрите, прекрасная радость на лице, большое воодушевление. И как 26 марта, так и тогда выступающие на Пушкинской площади молодежь, которая вешалась на фонари тогда в эти годы. Вот сейчас, кстати, Пушкинская площадь показывается. Все это продолжается. Все это одна большая политическая игра. Большая политическая игра, которая привела к огромным потерям, к огромным жертвам. И при этом мы видим, как не уберегали правительство, царское, как говорилось, советское, и даже сейчас идет огромная атака на российское государство. Это уже наша недавняя история, которая повторяется и продолжается сейчас. И поэтому, когда представители левых партий заявляют о том, какова особенность, каково величие тех событий, я же очень внимательно слушаю, это уже ныне, сегодня, 17-й год, тоже радость, те же улыбки, тот же энтузиазм, тот же энтузиазм, который не всегда под хорошими лозунгами, под лозунгами правильными, с которыми согласны все, все представители оппозиционных партий, все представители политических сил и объединений, но они приводят к большим геополитическим потерям. И когда представители, я еще раз повторю, левых фракции выступают за те коренные сломы, коренные изменения, которые ведут к тому энтузиазму на лицах и потом огромным потерям. Я еще раз хотел бы вернуться к первому кадру, к картине, где большое количество молодых людей улыбалось и радовалось. После этого, после 905-го года наступил 17-й год, а после него наступили аресты, расстрелы, изгнания из государства. Все это было в русской истории. Все это было и продолжается. А вот уже и наша молодежь, которая даже не всегда понимает и знает, под какими знаменами их выводят. Это все есть в нашей истории. И это повторяется в угоду и на радость левым движениям, которые всегда использовали те позиции недовольства, которые есть в государстве, в обществе для своих личных корыстных интересов. И, конечно же, сейчас, сегодня 20 апреля, в 1938 году в Украинской Советской Республике повсеместно было введено изучение русского языка, главные условия. А сейчас мы видим на этих кадрах, что сейчас происходит, какая борьба идет с Россией, с русским языком. Как она выливается на улицы и как, опять же, радуются массы, большие толпы людей. И поэтому, дорогие друзья, конечно же, когда мы рекламируем разрушителей, когда мы говорим о тех позициях, которые нам нравятся в угоду тех или иных электоральных предпочтений, мы, конечно же, забываем об ответственности, к которой призывают левые партии с этой трибуны, со своих мест. И когда они забывают об ответственности перед своим государством и перед своим народом, когда они делают все для того, чтобы набрать дополнительные очки, мы видим, что позиция ЛДПР правильная, что позиция ЛДПР за Россию, за наш народ, и ей нужно следовать. Спасибо. От Единой России Ярова Ирина Анатольевна, пожалуйста. Недружно. Уважаемые коллеги, Единая Россия последовательно выступает за защиту отечественного производителя, защиту интересов наших граждан. Вы помните, что именно по инициативе нашей фракции при прямой поддержке президента России Владимира Владимировича Путина был принят важнейший закон о регулировании торговой деятельности. Этот закон был принят в тот период, когда еще не стоял вопрос остро импортозамещения, когда казалось, что мы все купим в Европе и других странах. И именно благодаря тому, что мы своевременно приняли этот закон, понимая и прогнозируя, что обеспечение продовольственной безопасности, насыщение нашего рынка качественными и по доступной цене отечественными товарами – это стратегическая задача. Нам на протяжении этих лет удалось избежать очень многих потерь. Наш производитель оказался готов к тому, чтобы смело, честно и открыто конкурировать и предлагать в период, когда в отношении России были заявлены жесткие экономические санкции, свою качественную продукцию. Но в чем еще особенность решений, которые были предложены фракции «Единая Россия»? Мы не только добились принятия закона, но с самого первого дня мы начали проводить мониторинг исполнения закона. Вот это, уважаемые коллеги, пожалуй, беспрецедентно, потому что, заявив, что мы готовы защищать нашего производителя и разбираться в каждой ситуации дискриминационных практик, мы не оставили их один на один с торговыми сетями, которые обладают мощной экономической силой подавления, которые диктуют свои условия и которые, конечно же, могут вытолкнуть с рынка любого производителя. Первоначально это был наш проект «Народный контроль». Далее, после того, как мы увидели, что дискриминационные практики, которые, как мы и предполагали, будут продолжаться, вы помните, мы перед президентом инициировали вопрос о необходимости уточнения закона с тем, чтобы окончательно поставить запрет на любые поборы выплаты, для того, чтобы регламентировать сроки оплаты за поставленную продукцию, потому что наш производитель не может и не должен беспроцентно кредитовать торговые сети. И вы помните, что после принятия поправок мы обещали, что будем проводить мониторинг, и мы проводим этот мониторинг, и мы его назвали «Честная цена». И я должна вам доложить те результаты, к которым мы сегодня приходим по итогам работы, которую вы провели. Во-первых, наши уважаемые коллеги по всем регионам нашей большой страны провели порядка полутора тысяч встреч с нашими производителями. Вместе с опорой России, вместе с Федеральной антимонопольной службой, вместе с союзами отечественных производителей мы взяли на контроль, какими будут новые договоры с 2017 года, потому что закон в полную силу с поправками вступил с 2017 года. Вы помните, у нас была важнейшая встреча с президентом России, с председателем правительства, где мы поднимали свою озабоченность рядом проблем, прогнозируя, что, возможно, торговые сети, привыкшие к высокой маржинальности, привыкшие к диктату, будут с помощью высокооплачиваемых юристов искать новые формы неисполнения закона. Вы помните, что мы подняли важнейшую тему защиты наших хлебопеков для того, чтобы запретить возврат нереализованной продукции. Вы помните, что наша фракция дважды поднимала этот вопрос на встречах с представителями правительства. Хочу вам сообщить о том, что уже сегодня мы получили подтверждение Роспотребнадзора, который полностью разделяет нашу позицию о недопустимости возврата нереализованной хлебной продукции, потому что это несет прямую угрозу жизни и безопасности граждан, потому что это нарушает санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, запрет возврата хлеба сохранит 60 миллиардов, задумайтесь, рублей у наших производителей. А что такое защитить от оброка торговых сетей? Ведь борьба за что идет? Борьба идет ровно за то, кому платит покупатель, какая это цена, что в нее включается. Сегодня мы констатируем, что те 60 миллиардов, которые останутся у наших производителей, которые составляют значительную часть, кстати, бюджета Министерства сельского хозяйства, это те деньги, которые пойдут на развитие. Это те средства, которые позволят повышать качество продукции и ассортимент. А значит, это выгодно каждому гражданину России, значит, это выгодно нашим покупателям. Наш мониторинг «Честная цена» вышел, я считаю, на исторически важный рубеж. Мы всегда говорили, нам важно понять, какая торговая наценка. Вот запретив любые дискриминационные выплаты и поборы, и сети сегодня вынуждены не могут их применять, стало понятно, какая торговая наценка. Сейчас в новых договорах мы видим, что торговые сети предлагают производителю давать скидку на поставляемую продукцию от цены производителя до 50%, но этой скидки нет на полке. То есть торговые сети повышают цены в магазинах, говорят о том, что в силу кризиса, в силу сложных экономических процессов, как будто бы производитель повышает цену, наш мониторинг показал, что это совершенно не так. Более того, сегодня они с нового года, предлагая производителю для того, чтобы найти замену тем формам оброка и поборов, к которым они привыкли, предлагая производителю давать скидку до 50%, это все уходит в маржинальность и в прибыль торговых сетей. То есть прямые потери производителя и прямые потери покупателя. Потому что бабушка, стоя у кассового аппарата в магазине, платя вот эту высокую необоснованную маржинальность, условно говоря, делает прямые перечисления в офшоры. Справедливо это или нет? Нет, несправедливо. Именно поэтому фракция «Единая Россия», проводя мониторинг «Честная цена», вместе с опорой России, я хочу это подчеркнуть, потому что мы проводили работу и анализ договоров очень кропотливо. Я вам должна сказать, что не каждый производитель готов показать реальную ситуацию, потому что слишком высока эта зависимость. Вы знаете, уже в пору предлагать нашим производителям программу защиты свидетеля, когда они дают информацию для Федеральной антимонопольной службы о том, каков уровень поборов и дискриминационных практик торговых сетей. Поэтому сегодня, увидев практику скидок и поняв, какая торговая наценка, мы добились того, что Федеральная антимонопольная служба готова дать соответствующие разъяснения о том, что если скидка, которая не предоставляется производителям, не отражена в цене на полке, то это дискриминационная выплата и значит торговая сеть будет нести ответственность по закону о торговле и антимонопольному законодательству и административному законодательству. Коллеги, это важнейшее момент, потому что, вводя скидки, торговые сети полагали, что их картельный сговор окажется никому непонятен и не контролируем. Более того, мы в любом случае все равно ставим перед Федеральной антимонопольной службой вопрос о том, а какова же будет все-таки оценка тому, что признаки картельного сговора налицо, когда с Нового года единовременно торговые сети вдруг решили установить скидки и высокие штрафы? Это принципиально важный вопрос. Но для нас принципиально важно и другое, что через наши последовательные действия, как политической партии, через ту работу, которую мы проводим в регионах, наши производители почувствовали реальную силу и защиту. Они сегодня, наконец, стали освобождены от тех обременений, к которым традиционно привыкли торговые сети. Скидки и штрафы – это тот новый рубеж борьбы, который нам предстоит пройти. И мы нисколько не сомневаемся в том, что мы и далее будем занимать не только последовательно жесткую позицию, но мы будем предлагать и правовые механизмы защиты наших производителей и наших покупателей. Для нас именно это принципиально важно. 18 апреля президент провел заседание Госсовета, которое было посвящено вопросам защиты российских потребителей. Какое главное право каждого гражданина России? Это возможность приобретать качественный, безопасный, здоровый, вкусный продукт российского производителя по доступной цене. Поэтому мы, как фракция, намерены по итогам нашего мониторинга, мониторинга «Честная цена», который мы продолжаем проводить по всей стране, подготовить соответствующие предложения и выводы председателю правительства, как мы и договаривались, президенту Российской Федерации и предложить те новые правовые механизмы, которые позволят безусловно потребовать исполнения закона торговых сетей. Наша задача очень проста. Она заключается в том, чтобы гарантировать каждому гражданину Российской Федерации, который ежедневно ходит в магазины, приобретая продукты, встретиться с российским производителем. 3000 альтернативных торговых площадок, которые благодаря «Единой России» созданы по всей стране, они также продолжат свою работу и будут создаваться новые, где без торговой наценки будет реализовываться продукция. Хочу напомнить, что некоторые коллеги пытались заигрывать с торговыми сетями, но думаю, вот в этой борьбе важно определиться, на чьей вы стороне. Фракция «Единая Россия» на стороне граждан Российской Федерации, российского производителя и интересов нашей страны. Спасибо, уважаемые коллеги. Уважаемые коллеги, вчера в Государственной Думе произошло главное событие весенней сессии. Я так считаю, думаю, что вы согласны. Отчет правительства – это главное событие. В осенней сессии главное событие принятие бюджета. И какие бы ни были у нас другие темы, я тоже, если хватит времени, в конце могу поговорить о той теме, о которой хотелось бы поговорить. Но я считаю, что мы не должны вот так просто перелистывать этот отчет и продолжать дальше говорить о своем важном, нужном. Мы по информации министров с вами приняли правильное решение завершать это принятием постановления. Я предлагаю и отчет правительства завершать принятием постановления. Тем более после таких ярких слов, я считаю, самый яркий момент выступления Дмитрия Анатольевича был после выступления Сергея Михайловича Миронова. Помните, да? Он говорит, ах так, нам туда намек. Значит, вы забыли, в какое время мы живем? Так очень ярко, действительно, красиво. Хотите порулить? Дайте рецепт, дайте источники денег и так далее, и так далее. Так давайте мы даем, мы хотим дать, давайте это оформим, пообсуждаем, но не пять, не десять минут. Итак, даем вот этот рецепт. Начну вот с такой бумаги, коллеги. Бумага, видите, она покраснела от стыда, но это настоящая бумага, как говорил профессор Преображенский, да? Вот такая броня. Это ответ министра Силуанова на мой вопрос при обсуждении бюджета, каковы доходы от всей лесной отрасли и рыбной отрасли. Помните такой момент? Он тогда как-то так замялся, потом прислал бумагу. Я вам зачитываю. От лесной отрасли в пятнадцатом году мы получили налоговых поступлений одиннадцать миллиардов, не долларов, рублей. Значит, неналоговых двадцать шесть. В сумме считайте. А в шестнадцатом году за девять месяцев десять, соответственно, и двадцать. Тридцать. Тридцать пять миллиардов рублей от всей лесной отрасли. И сопутствующие здесь все доходы. Это меньше, чем доходы лесной отрасли в Финляндии. Посчитайте, сколько лесных, сколько в Финляндии, в России. Вот это ответ, да? Это приговор, можно сказать, всей отрасли и всем членам правительства, которые там работают. Дальше. Рыбная отрасль еще пуще. Семнадцать миллиардов в пятнадцатый год, пятнадцать миллиардов за девять месяцев шестнадцатого года. Вот такая бумага, коллеги. Значит, это меньше, чем доходы от Платона. Вчера озвучивали цифры. Это меньше, чем транспортный налог города Москвы. Вот целые отрасли, богатейшие страны в мире. Не надо забывать, уважаемый правительство Дмитрий Анатольевич, в какой стране мы живем. Да, сложные времена, когда они были легкие. Но это самая богатая страна мира. Как живут люди в самой богатой стране мира. Вот увидел Николая Петрович Николаева и благодарю его за вторую настоящую бумагу апреля семнадцатого года. Доклад комитета нашего. Открываем. Тринадцатую страницу. Экспертный объем незаконной добычи древесины тринадцать миллионов метров кубических. Экспертная сумма незаконной добычи сто девятнадцать миллиардов только по древесине. Охотничьи ресурсы тридцать шесть миллиардов. Водные биоресурсы 20 миллиардов. Все незаконное воровство, можно сказать, наших народных достояний ресурсов. Дикоросы 300 миллиардов. Материалы строительные нерудные 40 миллиардов. Нефть 140 миллиардов. Золото 26 миллиардов. Янтарь 5 миллиардов. Нефриты 125 миллиардов. мамонтовая кость и так далее, и так далее. Вывод нашего комитета, как следует из этих данных, оценка только по некоторым видам природных ресурсов дает величину незаконной добычи, приближающуюся к триллиону рублей. Вот он документ. Что следует из этих двух документов? Парламентское расследование нужно немедленно проводить и отправлять, значит, и этих, и этих ответственных руководителей, сторожей, охранников, не с аплодисментами, Владимир Вольфович, лучшего правительства, их нужно отправлять пешком в Сибирь, для того, чтобы вернуть триллионы рублей в казну. Ну, про алкоголь я вчера уже говорил, да, коллеги? Вы тоже понимаете, что это сотни миллиардов рублей, если не триллионы, но для этого нужно взять у кого-то, кому хорошо сегодня живется на Руси, и у кого все это в карманы уходит. Правительство говорит, ну нет, ну как-то вот мы другим путем покинем. Каким путем? Новые оброки, новые налоги, новые сборы с людей, у которых и так уже в кошельке ничего. Таможня. Целое расследование в прошлом созыве проводила наша фракция. Триллионы рублей не стыкуются, да, те, то имущество, те товары, которые ввезены и реализованы на территории России, да, вот есть такая статистика, и средства полученные не стыкуются на триллионы, на два триллиона рублей. Ну, зарплата топ-менеджеров и так далее, и так далее. Но самое главное, коллеги, миллиарды черного нала, да, откуда вот эти миллиарды в карманах, в комнатах целых там, тоннами денег бродят по России? Это разве не заслуга в кавычках правительства, что целые камазы и вагоны черного нала перемещаются по стране и являются действительно основой для коррупции, а правильнее называть воровства. Это не коррупция, это воровство. Воровство, которое совершается еще людьми, облеченными властью, погонами. И ответственность у них, ну, вот такая, знаете, да, если поймали, если доказали, да, полностью все, что нажито непосильным трудом было получено в виде декоррупционных действий, тогда это изымается. Если нет, то еще вопрос, но об этом мы поговорим сегодня чуть позже. Наконец, действительно, закон, я считаю, очень важный и главный наш закон о конфискации имущества коррупционеров и казнокрадов и всего ближайшего окружения, если те не докажут законность нажитого, сегодня в повестке дня. Не буду сейчас о нем останавливаться. Ну и главное богатство, главное богатство страны – это земля, да? И посмотрите, сегодня люди не получают ни зарплат, ни достойных пенсий, но мы даже землю им не можем дать на протяжении 100 лет. Вот декрет опубликован, там есть материалы на втором этаже, посмотрите, декрет о земле. Ну и где дали землю людям? Когда дали ее? Сколько дали? У оврага 6 соток. Давайте, и такой законопроект сегодня внесен, дадим людям землю и не 10 соток, а гектар на всей территории страны. Слава богу, ее хватает, миллионы гектар земли пропадает. Почему чиновничество не заинтересовано раздать землю людям? Потому что обрушится этот рынок, на котором сегодня, опять-таки, кто-то очень хорошо зарабатывает в свой карман, не в государственный. На этом пока остановлюсь. Вот хотел бы поговорить о добром, о хорошем. Владимир Вольфович правильно всегда говорит. Не надо все время какие-то жесткие, страшные вещи. Давайте что-нибудь такого вот веселого. Да, веселое есть в повестке дня. Мы правильно сделали, что не поехали на этот конкурс Евровидения. Если помните, несколько лет назад, вот с этой трибуны я в порыве вот какого-то негодования даже запел черного ворона с трибуны. И это было посвящено победе вот этого чудо-юдо, значит, не пойми, то ли мужик, то ли женщина. Поэтому мы с моими товарищами, с коллегами, Валентином Владимировичем Кобзоном, другими, организовали и проводим уже несколько лет вот другой конкурс, называется «Добровидение», где собираются исполнители народных песен или в народной манере, в народных костюмах, на своих национальных языках исполняют эти песни, эту культуру нашу. И есть поддержка, слава Богу, но она недостаточна. Я бы вот сегодня обратился к вам, уважаемые депутаты, у вас тоже есть в своих регионах, в своих республиках такие замечательные таланты, которым просто не дают возможности порой выступить с большой сцены, да еще на экране телевизора. Вот такую возможность я опять пытаюсь организовать вместе с вами. Не хватает эфиров. И, к сожалению, опять, даже в условиях, когда первый российский канал отказались транслировать «Евровидение», на «Добровидение» времени не хватает. Давайте, может быть, вместе с вами попробуем решить эту проблему. Если бы, может быть, парламентский час, у нас же есть 26 минут или сколько-то там, полчаса, взять и посвятить этому конкурсу, который пройдет опять в Санкт-Петербурге, в этнографическом музее города, в мраморном зале. Знаете, такой самый шикарный зал, мы эти все вопросы решили. Вот я бы обратился к вам за поддержкой по этому доброму начинанию этой инициативы. Спасибо. Спасибо. Коллеги, есть ли вопросы по повестке дня? Включите режим записи. Скажите список. Максим Иванович Сергеевич. Спасибо. Уважаемый Александр Дмитриевич, просьба 25-26 пункта рассмотреть после 16 часов без фиксации времени. Спасибо. Кшенинков Павлович. Спасибо. Так Нилова заслушался, чуть не пропустил. Мы просим 10-й вопрос перенести на май. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, предлагается 25-й и 26-й перенести после 16 часов без фиксированного времени и 10-й вопрос перенести на май. Нет возражений? Нет. Нет. С учетом этих замечаний ставится на голосование порядок работы на сегодня. Включите режим голосования. Да, можно, да, порядок. Покажите результат. Принимается. Второй пункт повестки дня. Проект постановления Государственной Думы о форме оперативного доклада счетной палаты Российской Федерации о ходе исполнения федерального бюджета. Доклад член комитета по бюджету и налогу Марина Евгеньевна Марьяш. Пожалуйста. Спасибо большое. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты. Проект формы оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета подготовлен и представлен счетной палатой Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 19 федерального закона от 5 апреля 2013 года номер 41 ФЗ о счетной палате Российской Федерации. И необходимо отметить, что данная статья не предусматривает ежегодного утверждения формы оперативного доклада об исполнении федерального бюджета, а наоборот обеспечивает возможность ее утверждения на долгосрочный период. В этой связи проект формы оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета счетной палаты Российской Федерации унифицирован и подготовлен в соответствии с требованиями вышеуказанной статьи 41 закона. То есть он подготовлен без указания конкретного финансового года и планового периода и без кодов бюджетной классификации и включает в себя показатели исполнения федерального бюджета по доходам, по расходам и по источникам финансирования дефицита федерального бюджета. В проекте формы оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета предлагается уточнить отдельные приложения. Так, во исполнении поручения Государственной Думы в соответствии с постановлением от 9 декабря 2016 года в части осуществления ежеквартального мониторинга хода реализации приоритетных проектов с последующим предоставлением его в Государственную Думу, проект оперативного доклада дополнен приложением, которое содержит информацию о бюджетных осигнованиях и освоении их на реализацию мероприятий, приоритетных проектов по направлениям стратегического развития. Исключено из проекта формы оперативного доклада приложение, которое содержит сведения о бюджетных осигнованиях инвестиционного фонда Российской Федерации, поскольку дополнительные осигнования на цели его развития не выделялись, а остатки в сумме 1,5 млрд рублей остаются на особом контроле, и сведения о них будут отражаться в аналитической записке, которая предоставляется вместе с оперативным докладом ежеквартально. Проект формы оперативного доклада содержит 8 приложений и, кроме озвученных изменений, ничем не отличается от формы, которая утверждалась постановлением Государственной Думы на 2016 год. Как я уже озвучила выше, подробная информация о ходе исполнения федерального бюджета представляется Счетной палатой Российской Федерации в прилагаемой к оперативному докладу аналитической записке, которая включает в себя в том числе анализ изменения макроэкономических условий исполнения федерального бюджета, анализ реализации государственных программ Российской Федерации, анализ исполнения бюджетов государственных небюджетных фондов, а также содержит информацию по государственному долгу Российской Федерации. Проект формы оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета согласован в установленном порядке Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и ежеквартально предоставляется Палатам Федерального Собрания. Ответственный комитет по бюджету и налогам поддерживает проект формы оперативного доклада о ходе исполнения федерального бюджета и рекомендует Государственной Думе утвердить ее. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? Отключите режим записи. Скажите список. Боева Наталья Дмитриевна, пожалуйста. Спасибо огромное. Ирина Евгеньевна, Вы вот здесь сказали о том, что дополняется новое приложение по приоритетным направлениям. А какие направления имеются в виду? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, Наталья Дмитриевна. Если речь идет о приоритетных проектах, то действительно это приложение идет под номером 2 к проекту формы оперативного доклада и включает в себя 15 приоритетных проектов, на которые сегодня имеются бюджетные ассигнования в соответствии с законом о федеральном бюджете. И они сосредоточены в семи направлениях стратегического развития. Это и образование, это и здравоохранение, это и ипотека, и арендное жилье, это и безопасные, и качественные дороги и так далее. Все они отражены в приложении номер 3. Спасибо. Если желающий выступить. Нет? Ставитесь на голосование про постановление Государственной Думы. Включите режим голоса. Продолжение следует. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты, законопроект, внесенный правительством Российской Федерации о внесении изменений в федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля и федерального закона об аудиторской деятельности. Готов к третьему чтению. Во втором чтении он был принят 23 марта 2017 года. Все необходимые экспертизы проведены, замечаний по нему нет. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку просит поддержать данные законопроекта и поставить на голосование. Спасибо. Спасибо. Есть ли желающие выступить по мотивам? Нет. Нет. Ставится на голосование проекта федерального закона. Включите режим голосования. Покажите результат. Принято третьим чтением. Коллеги, у нас нет докладчика. Сейчас по четвертому вопросу, но позже к нему вернемся. Переходим к рассмотрению законопроекта в первом чтении. Пункт пятый. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 26.1 Федерального закона о страховых пенсиях. Доклад членов Совета Федерации Валерия Владимировича Рязанского. Пожалуйста. Доклад членов Совета Федерации Валерия Владимировича Рязанского. Сейчас. Отошел ненадолго. Диверсия какая-то. Что такое? Целый день вчера... Валерий Владимирович, пожалуйста. Целый день вчера ждал своей очереди и сегодня тоже. Доброе утро, уважаемый Сан-Дмитриевич, уважаемые коллеги. Два обстоятельства, которые авторы законопроекта отмечают, позволили выйти на инициативу, связанную с изменением порядка индексации пенсий неработающим пенсионерам. Первое обстоятельство. Мы поменяли с вами административный порядок отчетности в пенсионной системе. Если помните, отчетность была ежеквартальная, теперь она ежемесячная. И второе обстоятельство связано с тем, что в системе пенсионного обеспечения образовалась небольшая экономия средств в страховой системе за счет изменения в период с 1 февраля по 1 апреля, когда мы индексировали пенсию в разных масштабах. Вот эти два обстоятельства мы решили воплотить в законопроект, который позволяет изменить административные сроки пересчета пенсии неработающим пенсионерам. Сейчас практика такова, что время от момента увольнения до момента получения реальной новой пересчитанной пенсии с индексацией может достигать 4 месяцев. Мы предлагаем эту процедуру сжать по времени и сделать ее не более одного месяца, имея в виду, что пенсия будет начисляться с 1 числа месяца следующего после увольнения. Вот такого рода предложения согласованы с правительством. Мы имеем на это положительное заключение. Согласованные позиции счетной палаты, правовых управлений. Средства в пенсионной системе в объеме 1,9 миллиарда рублей есть. Поэтому мы хотели бы попросить вас поддержать концепцию данного законопроекта. Спасибо. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты, комитет рассмотрел внесенную членами Совета Федерации инициативу и концептуально ее поддерживает. Деньги на реализацию этой инициативы у пенсионного фонда есть. В результате того, что индексация пенсий работающим пенсионерам была проведена на 5,4%, а не на 5,8%, как было предусмотрено бюджетом пенсионного фонда. В связи с этим можно сказать, что и правительство поддерживает, потому что условия поддержки правительства было поиск источника финансирования. Пенсионный фонд подтвердил, что сэкономленной суммы достаточно для реализации данного предложения. Кроме этого, мы считаем в комитете, что действительно устраняется несправедливость. Когда пенсионер становится неработающим, он должен получать в полном объеме пенсию в тех размерах, которые предусмотрены действующей пенсионной системой и действующим законодательством. В связи с этим комитет рекомендует Государственной Думе поддержать инициативу в первом чтении. Спасибо. Спасибо. Есть ли вопросы? Нет. Есть ли желающие выступить? Включите режим записи на выступление. Покажите список. Швыдкин Юрий Николаевич, пожалуйста. Спасибо, Александр Дмитриевич. У меня короткое выступление. Безусловно, я поддерживаю данный законопроект. Одновременно мне хочется пожеланий, тем более в первом чтении, концептуально. Вопрос стоит, что раньше выдавалась пенсия, не раньше, чем через три месяца. Сейчас, я разговаривал предварительно с работниками пенсионного фонда, на низу, как говорится, они говорят, что за этот короткий промежуток времени очень сложно будет выполнить некий документооборот, который сегодня предъявляет требования на уровне регионов, федераций и так далее. Поэтому у меня просто пожелание, в большей степени, при проработке второй и третьей чтений уже посмотреть и нормативно-правые акты их проревизировать. Есть ли возможность внести некоторые коррективы, чтобы работники пенсионного фонда тоже, ну, как-то нормально, комфортно в этой части стачьи устали. Спасибо. Спасибо. Бесарабов, Данил Владимирович. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, на наше рассмотрение представлен очень важный, я бы сказал, справедливый по своему содержанию законопроект. Он напрямую касается такой категории, как работающие пенсионеры, а их в нашей стране более 9,5 миллионов человек, вопросов их пенсионного обеспечения, да и в целом уровня их жизни. Напомню, действующее правило не предусматривает индексацию страховых выплат работающим пенсионерам в период отшлениями трудовой деятельности. Однако принципиальной позиции фракции «Единая Россия» было добиться того, чтобы после увольнения с работы пенсия была увеличена сразу с учетом всех пропущенных инфляций. И эта гарантия нашла отражение в нормах действующего законодательства. В то же самое время механизм реализации этой нормы был неоправно затянут и приводил это к тому, что на практике пенсионер ожидал положенной ему индексации от трех и более месяцев. И это при рачительности и работодателя, при своевременной подаче информации, а на практике этот период затягивался до шести месяцев. И что самое печальное, за этот период перерасчету пенсия работника не подлежала. Многие наши избиратели в ходе личных приемов, в своих письменных обращениях ставили эти вопросы нам, депутатам от «Единой России» и просили этот вопрос решить. И говорили, как важна им своевременно полученная, перерасчитанная, проиндексированная пенсия. Именно эту несправедливость призван устранить этот законопроект. И, конечно, фракция «Единой России» поддерживает его принятие. Спасибо. Спасибо. Представитель президента, правительства, автор, докладчик, пожалуйста. Уважаемый Александр Андреевич, уважаемые коллеги, я обращаюсь прежде всего к выступавшим с трибуны. Вы очень правильное замечание сделали. Мы действительно, подавая такого рода инициативу, имели в виду, что независимо от времени прохождения административных процедур, а я думаю, что технология прохождения документов, если убыстрится, то не настолько, чтобы она была, что называется, в течение месяца. Поэтому процедура административная может длиться дольше, но компенсационная выплата должна исходить из того, что время, пропущенное для индексации пенсии, будет всего с момента увольнения до первого числа месяца следующего за увольнением. Поэтому процедуры могут быть чуть длиннее, но компенсационные выплаты должны строиться именно на этой основе. Учитывая то, что в ходе обсуждения в адрес комитета были озвучены ряд предложений, сразу хочу сказать, что работая над законопроектом, анализируя его, мы считаем, что сотрудникам управления пенсионных фондов на местах беспокоиться не надо, потому что в целом процедура не меняется. В данном случае речь идет об устранении несправедливости, когда работающий пенсионер утрачивает статус работающего, приобретает статус неработающего, и он после того, как этот статус уже со временем определен, получает ту недостающую часть, которая отличает пенсию работающего от пенсии неработающего на величину индексации. Поэтому еще раз призываю от имени комитета поддержать. Спасибо. Ставитесь на голосование проекта федерального закона. Включите режимы голосования. Покажите результат. Принято в первом чтении. Теперь четвертый пункт. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 81 федерального закона устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Владимир Игоревич Афонский, пожалуйста. Уважаемый Сан Дмитриевич, уважаемые коллеги, законопроект о внесении изменений в устав железнодорожного транспорта готов к процедуре принятия в третьем чтении. Напомню, что он носит очень социальный характер и предполагает ответственность и обязанность перевозчика и владельца инфраструктуры обеспечивать беспрепятственную помощь при посадке и высадке инвалидов без взымания дополнительной платы. Законопроект готов к третьему чтению. Прошу поддержать. Спасибо. Есть ли желание выступить по мотивам? Нет. Ставится на голосование проект федерального закона. Включите режим. Покажите результат. Принято третьим чтением. Пункт шестой. Первое чтение. Проект федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Доклад официального представителя правительства заместителю министра экономического развития Олег Владиславович Фомичев. Покажите, пожалуйста. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые депутаты, на рассмотрение Государственной Думы представлен законопроект о внесении изменений в ФЗ развития малого и среднего предпринимательства, разработанный в рамках программы поддержки легкой промышленности. В соответствии с законодательством Российской Федерации установлен ряд критериев внесения хозяйственных субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год и доход от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год. Напомню, что у нас к микропредприятиям относятся юрлицы и индивидуальные предприниматели с численностью до 15 человек, к годовым доходам до 120 миллионов рублей, к малым предприятиям – это до 100 человек, годовой доход до 800 миллионов рублей, к средним предприятиям от 101 до 250 человек и годовой доход от 800 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей. Вместе с тем, в настоящий момент показатели деятельности отдельных предприятий в отдельных отраслях производства и оказания услуг в силу технологических особенностей и высокой доли ручного труда превышают установленные предельные значения, прежде всего, по численности занятых. В то же время такие предприятия могут создавать рабочие места для большого числа граждан, однако генерировать выручку, как я уже сказал, в меньшем объеме. При соответствии предельному значению по размеру годового дохода до 2 млрд. рублей, они превышают иногда значительно, в полтора даже раза, в два предельные значения, установленные для численности занятых. Прежде всего, это характерно для отрасли текстильной и легкой промышленности. Учитывая изложенные законопроекты, предусмотрено, что к субъектам среднего предпринимательства могут быть отнесены юридические лица, которые осуществляют в качестве основного вида деятельность, отнесенную по АКВЭДу к легкой промышленности. Это три класса. Класс 13 – производство текстильных изделий, класс 14 – производство одежды, класс 15 – производство кожи изделий из кожи, средняя списочная численность на которых может превышать 250 человек, но не превышать значение, которое будет устанавливаться правительством Российской Федерации для цели отнесения таких юридических риск к средним предприятиям. В законопроекте также указано, что деятельность, относящаяся к легкой промышленности, будет признаваться основной при условии, что доля доходов, которые предприятие будет получать от соответствующего вида деятельности, составит более 70% в общем объеме доходов юридического лица. Кроме того, предусмотрено, что сведения о предприятиях, соответствующих устанавливаемым критериям, включаются в отдельный перечень и передаются Минпромторгам, которые отвечают за развитие легкой промышленности в Федеральную налоговую службу для цели их дальнейшего внесения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Таким образом, будет создана возможность для расширения кругов субъектов среднего предпринимательства, на которые будут распространяться разнообразные меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса в рамках государственных программ, в рамках деятельности институтов развития. В качестве справки по состоянию на сегодняшний день в случае принятия федерального закона число субъектов среднего предпринимательства может увеличиться на 148 единиц. Это не так много, но это значительное число предприятий легкой промышленности, на которых мы пока не можем распространить меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. Прошу поддержать законопроект. Спасибо за внимание. Спасибо. Доклад заместителю председателя Комитета по экономической политике Дмитрия Валерьевича Сазонова. Пожалуйста. Доброе утро, Александр Дмитриевич. Доброе утро, уважаемые коллеги. Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности и национному развитию предпринимательства рассмотрел в первом чтении федеральный закон 1346.83.7. Данный законопроект о внесении изменений в закон о развитии малого и среднего предпринимательства о критериях отнесения предприятий легкой промышленности к субъектам среднего предпринимательства. Разработан в целях предоставления организациями с небольшим размером годового дохода основных видов деятельности, которых является деятельность в сфере легкой промышленности и направлен на возможность участия в программах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. У нас 209-й федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства предусматривает критерии отнесения предприятий к малым и средним. Напомню, что средние предприятия это до 250 человек и до 2 миллиардов годового дохода. На сегодняшний день предприятия легкой промышленности не могут воспользоваться государственной поддержкой по программе МСП, не могут претендовать на получение как банковских кредитов. Напомню, что у нас существует такая программа как 6,5%, очень популярная. И данные предприятия не могут получить доступ к привлеченным финансовым ресурсам как раз в силу того, что не соответствует требованиям 209-го федерального закона. Данный законопроект предлагает решение данной проблемы по отнесению к субъектам малого и среднего предпринимательства предприятий легкой промышленности, годовой доход которых не превышает порогового значения, установленным 209-м федеральным законом. Комитет в целом поддерживает концепцию законопроекта, поскольку его принятие позволит расширить круг промышленных предприятий, имеющих право участвовать в федеральных программах государственной поддержки. Предлагаемые законопроектом изменения не нарушают базовый принцип формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, которые у нас ведет Федеральная налоговая служба. Для этого законопроектом предусматривается, что сведения о предприятиях легкой промышленности, соответствующих устанавливанных критериям, включаются в отдельный перечень, и далее предлагаются полномоченным органам Российской Федерации в сфере промышленной политики, Федеральную налоговую службу в целях дальнейшего их несения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, поддерживая предлагаемые изменения в законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства, комитет считает необходимым при доработке законопроекта ко второму чтению и устранить имеющиеся юрико-технические и лингво-стилистические правки. И с учетом изложенного, Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству предлагает поддержать данный законопроект в первом чтении. Спасибо за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? Включите режим записи на вопросы. Спасибо. У меня вопрос к коллегу Владиславовичу. Скажите, пожалуйста, почему только легкая промышленность, а пищевая, перерабатывающая промышленность, они тоже должны бы входить сюда? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос обсуждался. Дело в том, что мы в целом в правительстве считаем правильным поддерживать повышение производительности труда на предприятиях, что означает, что, конечно, при большой численности предприятий объем выручки должен быть значительно больше, чем 2 миллиарда рублей, если у нас численность предприятий больше 250 человек. В тех отраслях, которые вы назвали, есть технологические условия для того, чтобы производительность труда повышать. Легкая промышленность выделяется тем, что в ней, как я уже сказал в своем выступлении, очень высокая доля ручного труда. Это на сегодняшний день характерно не только для Российской Федерации, но и для промышленно развитых стран, где действительно необходимо большое вовлечение рабочей силы в производство, при том, что выручка может являться не такой большой. Поэтому мы после достаточно серьезной дискуссии в рамках правительства пока предлагаем ограничиться именно легкой промышленностью, где есть соответствующие проблемы. Если мы будем совместно с Минпромторгом и с вашим участием понимать, что аналогичные проблемы необходимо будет решать в других отраслях, я думаю, мы готовы будем это обсуждать и вносить соответствующие изменения. Пока это легкая промышленность по объективным причинам. Спасибо. Гартунг, Валерий Карлович. Спасибо. У меня вопрос к Олегу Владиславовичу Фомичеву. А как вы расцените такое предложение, если мы выберем критерием оценки отнесения к предприятиям среднего бизнеса? Не выручку, например, а добавленную стоимость, создаваемую предприятием. Это более объективный показатель. И второе, не просто численность, а доля фонда оплаты труда в добавленной стоимости. Таким образом, вы снимете ограничения отраслевые и распространите форму господдержки на все предприятия, которые производят продукцию с высокой добавленной стоимостью, где большая доля занятого населения. Я так понимаю, именно эти отрасли требуют поддержки. Вот вам как вы к этому относитесь? Спасибо. Мы готовы рассматривать эти показатели в качестве аналитических, но в качестве критериев, к сожалению, сейчас мы такой возможности не видим. Во-первых, у нас есть необходимость межстранового сопоставления. У нас во всех странах, как в радостных, так и развивающихся, именно критерии по численности и по объему оборота идентифицируют масштаб предприятий. Это во-первых. Во-вторых, тот реестр, который сейчас наконец-то создан, большое спасибо Госдуме, которая соответствующий закон в прошлом году приняла. У нас автоматизированная система идентификации малых предприятий по отчетности. И, значит, если мы будем вводить более сложные показатели, включающиеся в том числе расчет добавленной стоимости, соотнесение с численностью и так далее, или долей зарплаты в НДС в добавленной стоимости, у нас не будет автоматического заполнения этого реестра, чего нам очень бы не хотелось. Олег Владиславович, вопрос опять точечное включение в закон о малом и среднем бизнесе. Мы в прошлом году с вами на эту тему рассуждали, говорили, что там системные вопросы назрели. Вчера, когда отчет правительства был, как раз возникал вопрос, кстати, от фракции «Единая Россия», о том, что вопросы лоббирования очень часто наблюдаются в этом зале. Меня не убедил ваш ответ о том, что там пищевая перерабатывающая промышленность – это какая-то другая промышленность, и там другие какие-то требования. Вообще, вот если вы налоговый кодекс читали, там для того, чтобы какие-то критерии ввести, там категорийность должна быть. Но вы могли бы вообще категорийно определить вид бизнеса, который попадает под исключение? Почему опять точечно вы берете… Сейчас через неделю вы нам следующую промышленность принесете, через неделю еще. Вы рассматривали другие критерии оценки, как вот этот вопрос решить? Ну, повторюсь, главным критерием оценки, его можно посчитать, только его трудно заложить в закон, является большая, даже не трудоемкость, потому что трудоемкость может в разных отраслях быть большая, это технологически обусловленная высокая доля ручного труда на предприятиях. Ее сложно, на самом деле, количественно выразить, наверное, можно. Если говорить о лоббизме, действительно, потенциально такое может быть. И в правительстве, когда мы обсуждали соответствующий законопроект, были предложения сразу о прописании неопределенной нормы, которая позволяет любые отрасли промышленности включать, делая для них поблажки по плане численности. Но решение правительства ограничится сейчас только легкой текстильной промышленностью. По другим отраслям действительно должна быть серьезная дискуссия с обоснованием, почему на эти отрасли тоже нужно распространять соответствующие льготы. И, повторюсь, речь не идет о том, что это какой-то специальный налоговый статус или какие-то очень большие льготы. Это распространение порядка сейчас 148 предприятий, имеющихся мер поддержки, значительная часть из которых носит конкурсный характер, их еще нужно получить. Спасибо. Черкасов Кирилл Игоревич. Спасибо. Вопрос к Олегу Владиславовичу. Олег Владиславович, Вы только что сказали налоговый статус. В Кировской области последние 3-4 года тенденция такая, что закрываются от 500 до 1000 предприятий каждый год, именно малого-среднего бизнеса. Или перерегистрируются в соседней Удмуртии, Казани, Москве. Это связано только с одним. То есть здесь руководители налоговой полиции, которые там работают. И у нас был обувной прекрасный кластер. Несколько предприятий работали, начиная от кожи, заканчивая готовые продукции. Сегодня эти предприятия работают не более половины, но платят только НДФЛ, все остальное в других регионах. То есть когда мы говорим малый и средний бизнес, мы понимаем, что это наиболее уязвимые точки, которые легко поддаются административному давлению. Почему бы вам вот эти вещи не внести в законодательство и внимательно посмотреть статистику в отдельно взятых регионах, как вы говорите по кластерам. И тогда вам картина совершенно другая откроется. Не бояться. Малый и средний бизнес сегодня боятся, начинается заниматься бизнесом в определенных регионах, в определенных кластерах. Спасибо за вопрос. Я постараюсь на него коротко ответить, хотя вопрос подразумевает развернутый ответ. Мы проводим, правительство реализует политику поддержки малоподпринимательства, и законодательство мы правим не только в такой части, которую мы сейчас рассматриваем, но и в более концептуальной. И в Государственной Думе утвержден в том числе и закон об введении моратория на проверки малого и среднего бизнеса, ровно для решения тех вопросов, которые вы сказали. Сейчас мы совместно с Агентством стратегических инициатив именно по регионам внедряем стандарт поддержки малого и среднего развития малого и среднего предпринимательства. Если говорить в среднем по стране, по регионам эта цифра действительно различается, надо разбираться почему, но в среднем по стране за последние полгода представитель правительства вчера эту цифру уже называл, у нас порядка 8%, даже чуть больше роста малых и средних предприятий за последний год. Но мы, безусловно, на все проблемы будем реагировать и стараться для малого бизнеса эти вопросы решать. С кругу, Валерий Степанович. Уважаемый Олег Владиславович, безусловно, инициатива хорошая, и надо ее поддержать, но требуют внимания, конечно, и другие отрасли. И пищепереработка, и машиностроение, особенно станкостроение, которое, к сожалению, у нас сейчас не в лучшей форме. Но у меня вопрос по вчерашнему выступлению Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич вчера высказал предложение, что правительством будет внесено в Государственную Думу предложение о снижении налога на прибыль до 5% для предприятий, находящихся в инвестиционной фазе. Когда будет правительством внесено данное предложение, данный законопроект? Я прошу заранее прощения. Я не могу комментировать здесь и, значит, как-то отвечать на вопросы вместо председателя правительства, который вчера соответствующее положение в своем докладе упомянул, председатель правительства выпустит поручение, в соответствии с которым мы будем работать. Торощин Игорь Андреевич. Спасибо, Александр Дмитриевич. Уважаемый Олег Владиславович, существующая диспропорция между субъектами малого и среднего бизнеса в нашей стране существует уже давно. Проблема не решается. Средние предприятия у нас составляют менее 1%, малые – менее 5%, а микробизнес составляет 95%. Почему микробизнес не переходит в малые и средние? Потому что нет дешевых длинных денег, кредитов под низкий процент. Вопрос у меня в следующем. Когда, наконец, микропредприятия смогут получать долгосрочные кредиты? Без этого никакие потуги правительства, включая и нынешний проект закона, не сыграют какой-либо существенной роли в развитии малого и среднего предпринимательства в нашей стране? Спасибо за вопрос. Микропредприятия уже сейчас могут получать по доступным ставкам кредиты. Это стало возможным благодаря деятельности корпорации развития малого и среднего предпринимательства, в том числе деятельности, действия программы 6,5. За прошлый год уже на 100 миллиардов, более чем на 100 миллиардов рублей представлены гарантии поручительства. Это привело к выдаче под льготные процентные ставки кредитов малому бизнесу на более чем 270 миллиардов рублей. В этом году эта программа продолжена, она в конце второй половины года будет расширена, мы надеемся. И представитель правительства также поддержал возможность расширения этой программы, в том числе с привлечением средств правительства Российской Федерации. Саня Чайникова Иванович. Спасибо. Вопрос к представителю правительства. Уважаемый Олег Владиславович, одна из значимых форм поддержки малого и среднего бизнеса – это, конечно, гарантия льготных кредитов. Однако на практике это сопряжено с очень большими трудностями. Вот скажите, пожалуйста, станет ли в случае принятия данного законопроекта доступ предприятий льготным кредитам более легким? И в чем конкретно эта легкость будет заключаться? Спасибо. Спасибо за вопрос. Для тех предприятий, которые по результатам принятия сегодняшнего законопроекта подпадут под действие закона о малом бизнесе и станут в данном случае средними предприятиями, на них будут распространяться в том числе и программы поддержки, реализуемые корпорацией МСП, соответственно, и программы 6,5 и иные механизмы, которые у нас есть для предоставления льготных кредитов, также будут распространяться на эти предприятия легкой промышленности. Катенёв Владимир Иванович. Уважаемый Олег Владиславович, законопроект хороший, но как Вы относитесь к изменению, к пересмотру критериев субъектов малого и среднего предпринимательства? У нас получается, что по нормативу численности выручки, выручка на одного работающего 8 миллионов рублей или 140 тысяч долларов. У нас, к сожалению, мало таких предприятий, и бизнес просит пересмотреть численность. Но, в частности, для средних предприятий с 250 поднять до 500. Можете как-то прокомментировать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я, на самом деле, в первом своем ответе частично на этот вопрос также ответил. Чего нам не очень хотелось бы, нам не очень хотелось бы стимулировать либо снижение, либо сохранение на низком уровне производительности труда в секторах. Мы общаемся со всеми ассоциациями малого бизнеса и с малым бизнесом в целом. И у нас нет на сегодняшний день такой устойчивой жесткой позиции от предпринимательских объединений, необходимости изменения этих критериев. Кроме вот одного случая, который сегодня рассматривается, это легкая промышленность. Спасибо. Кто хотел бы выступить? Включите режим записи. Покажите список. Шихудинов, Духакович, пожалуйста, с места. Спасибо, Александр Михайлович. Ну вот вчера мы с председателем правительства задавал и я вопросы, и многие члены других фракций спрашивали про поводу малого и среднего бизнеса. Получается, странным образом складывается ситуация, что в условиях кризиса многие предприятия готовы превращаться в малые и средние для того, чтобы получить господдержку. И этот законопроект, по сути, первая ласточка, которая нам демонстрирует, что сейчас разные предприятия начнут лоббировать изменения подхода к поддержке малых и средних предприятий. Действительно, я здесь согласен и с Катиневым, и с Гартунгом, что можно было бы поменять вообще критерии этой программы малого и среднего бизнеса и поменять подход по поводу поддержки малых и средних предприятий. Этот подход явно сегодня, который ориентируется на те показатели, которые есть, не соответствует той практике, которую мы сегодня видим в новых экономических условиях. Спасибо. Гартунг, Валерий Карлович. Уважаемый Аслан Викторович, уважаемые коллеги, наша фракция, безусловно, поддержит этот законопроект. Мы считаем, что это движение в правильном направлении, но, к сожалению, хотелось бы сказать, что мы ожидаем от правительства более серьёзных и взвешенных шагов. Но вот уже практически три фракции вам высказали замечание о том, что критерии, которые вы сейчас предлагаете, они устарели, они, скажем так, не отвечают сложившейся практике. И вы каждый раз будете приходить, сегодня текстильная промышленность, завтра ещё какая-то, и будут приходить одни за другой. А зачем это всё делать? Вы должны, на мой взгляд, определить основные критерии, которые бы отвечали, скажем так, государственной политике. То есть, что вообще ждёт государство от промышленности? Какие отрасли оно готово поддерживать? Если государство говорит о том, что оно будет поддерживать отрасли, где наибольшая доля занятого населения, где наибольшая добавленная стоимость производится, ведь именно этого мы хотим добиться. Так ведь? Мы этого хотим добиться, чтобы у нас отрасли с наибольшей добавленной стоимостью, с наибольшим количеством занятых развивались. Именно эти отрасли должны получать государственную поддержку. Почему тогда нам какие-то придумывать критерии, которые, скажем так, в полной мере этому не отвечают? Возьмите добавленную стоимость. Никакой сложности нет. Федеральная налоговая служба НДС собирает. У неё все данные по НДСу есть. Это всё автоматизировано. Никаких дополнительных данных вам собирать не придётся. Они все есть. Второе. Фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда с него, прежде чем ты выплачешь зарплату, ты должен заплатить страховые платежи. Это тоже все данные в полном объёме есть. Правительству не требуется никаких дополнительных информаций, никаких дополнительных мероприятий не требуется. Это два абсолютно универсальных критерия оценки предприятия. Подходит оно под малый и средний бизнес или не подходит? Вот мы о чём говорим. Просьба всё-таки к этому прислушаться. Во втором чтении мы предлагаем всё-таки рассмотреть наши предложения. И если не во втором чтении вы не готовы будете принять эти предложения, то хотя бы мы ждём от вас внятной позиции. В конце концов, мы бы единоразово могли бы всё эти проблемы снять. И теперь добавьте, пожалуйста, от фракции. И теперь ещё хотелось сказать по поводу мер поддержки. Вы тут сказали, что мы аж 270 миллиардов льготных кредитов выдали. Ну так на минуточку, из 15 триллионов кредитования юрлиц, 270 миллиардов, ну это так примерно чуть больше 1%. Не дотягивает даже до 2%. Но вот это примерно наши амбициозные планы, какую мы роль отводим малому и среднему бизнесу в нашей экономике. Если вы в меры поддержки примерно на 2% от общего объёма кредитования предоставляете, ну вы тогда и должны понимать, какую долю ВВП они внесут. Правильно? Потому что всё, что за пределами вашей господдержки, ставки неподъёмные, ни для малого, ни для среднего бизнеса. Возьмите, соберите статистику. Даже крупные предприятия, крупные, подчёркиваю, предприятия, которые 100% залогами обеспечивают сегодня банки, свои кредитные обязательства, при 100% обеспечении, получают ставки в лучшем случае 11-12% годовых. Ещё поискать, я думаю, надо. А малый и средний бизнес, у которого нет залоговых возможностей и нет государственных гарантий, 18-20%. Да когда они эти деньги отобьют? Вот у нас и не будет малого, у нас его нет ни малого, ни среднего бизнеса. В лучшем случае он появляется, но в тени, не платит налогов. Поэтому всё-таки предлагаем пересмотреть критерии оценки. Вхождение в этот сектор, речь идёт о среднем бизнесе, насколько я понимаю сейчас. И второе, конечно, пересмотреть объёмы господдержки. Ну и потом вопросы вызывают, конечно, сама выборочность предоставления для государственной поддержки. Не надо выбирать конкретных получателей, бенефициаров. Я понимаю, что с ними легче договариваться, но надо секторально подходить. Есть, подходит предприятие к всеобщему критерию оценки? Подало заявку? Всё, будьте добры, предоставьте им государственную поддержку. Спасибо за внимание. Каталсонов Сергей Михайлович, пожалуйста. Всё как в старой пластинке. Мы приходим на эту трибуну, и те же вопросы, и практически те же ответы. Мы, наверное, год назад встречались с Олегом Владиславовичем, и я как раз тогда говорил о том, что как-то нужно всё-таки один раз собраться и глобально посмотреть, какие сегодня проблемы существуют в этом секторе. Мы пытаемся сейчас найти, о какой критерии. Сегодня говорили один вид промышленности, другой, третий. Вчера выступал Владимир Вольфович, он сказал очень замечательную мысль. Вам в ваше министерство надо инженеров направить. Я сто процентов поддерживаю. Знаете, у инженеров у нас есть такая присказка, что инженер должен быть в меру ленив для того, чтобы не повторять одни и те же опыты, иначе ему жизни не хватит. Он головой работает и предполагает, как может пойти развитие, какое может получить опыт, и тем самым сокращает и оптимизирует. Но у вас, слушайте, вы как... Я, конечно, понимаю, когда ты юрист, тебе абсолютно всё равно. В десяти законах это написано. По категориям у каждого разного вы всё это складываете, и у вас всё равно всё это ровно. Но, понимаете, народ у нас, он хочет простых, понятных вещей. Вот сегодня мы взяли конкретный пример, как определить категорию. Вот я вам, инженер, говорю, вы возьмите, возьмите объём выручки, который приходится на одного работника. Ну, у вас же есть стат управления ваше, которое теперь вам подчиняется. То есть мы определяем производительность труда и говорим, что вот при такой производительности вот эти виды промышленности, они попадают. А вы нам что тут рассказываете? О том, что эту нельзя, потому что там мы будем сдерживать производительность труда, а это можно, я это вам скажу, например, о строителе. О строителе чем отличаются? Ну, это тоже достаточно ручной труд. Если мы с вами сейчас выйдем на стройплощадку и посмотрим, сколько там людей работает. Монолит, там кирпичная кладка, неважно, чем она от текстильной промышленности отличается. То есть критерий есть определённый, какой объём продукции происходит у одного человека в отрасли. Ну, вы это можете взять. Слушайте, ну вы так замучаете нас. Вы каждый день будете к нам приходить. Сегодня с текстильной промышленностью, завтра с перерабатывающей промышленностью. Не зря же вы проговорились, что обсуждался этот вопрос и не пришли к единому мнению. Значит, это витает в воздухе? Значит, кто-то просто что-то не додавил? Ну, додавят, я абсолютно в этом уверен. Поэтому первое, вы определитесь с критерием. Нормальный подход. Вот невозможно нам сегодня выбрать точно критерии объёма, численность. Это достаточно плавающее. Ну, скажем так. Поэтому надо выработать какой-то подход, который будет, скажем так, универсален для всех видов промышленности. Следующий момент, о чём мы с вами всегда говорим. У нас есть закон о малом и среднем бизнесе, а есть налоговый кодекс от фракции. Добавьте время. Налоговый кодекс от фракции есть. Так вот, значит, почему мы должны в налоговом кодексе отдельно прописывать все требования к малому и среднему бизнесу? Ну, вы сделаете отсылочные нормы. Вот мы приняли один закон малого и среднего бизнеса. Всё, все гранты, все поддержки, процентные ставки, виды спецрежимов, это всё теперь относится к этому. Да и всё, ну не мучайте вы нас. Ну, очень просто. Микропредприятие. Ну, кстати, спорный там вопрос 120 миллионов, достаточно большой, но бог с ним. Там пусть будет другая. Но вы сразу тогда определите, что патенты – это микропредприятие. За исключением. И исключите, что нельзя. Всё у нас будет ясно. Зачем нам разделять ИП это, не ИП, ОООшка? Да какая нам разница? Если это микропредприятие, у него совсем другая задача. Это рабочее место и наполнение спецфондов наших, пенсионных и других. Ну, никогда оно не наполнит микропредприятие нашей бюджеты. Всё, ну, вы в голове это отстроили? Всё, пошли к следующей полочке. Берём малые предприятия. Определили тоже порог. Вот здесь уже критерий должен численности в зависимости от производительности труда в отрасли. Берёте своё подразделение, Росстат, которое перевели. Определяете и говорите, вот при такой производительности труда, значит, вот такая будет цифра. Всё понятно? Не надо сюда нам приходить. И дальше, дальше вы для малых предприятий пишите спецрежимы в налоговом кодексе. Всё, не надо нам больше ничего, ни выручку в налоговом кодексе, ни имущество. Ничего вы нам не пишите. Вы напишите малые предприятия, спецрежимы. Потому что у нас спецрежимы – это тоже задача, рабочие места. Да у нас в результате вот эти 20 миллионов, которые в тени люди, они выйдут оттуда. Потому что к ним будут нормальные, спокойные требования. И, наконец, средние предприятия. То есть это объём, уже вы пишете там достаточно большой, 2 миллиарда. Здесь основная задача – это создание новых производств. И вот здесь вы должны услышать уже следующий посыл президента – налоговые каникулы. И не применять их к ИПшникам. Ну вы разделите, ну вот, слушайте, у вас каша в голове. Ну если микропредприятие, ИПшник, его задача – трудоустроить людей и пенсионный фонд заплатить, и всё на этом. Ну какие там налоговые каникулы вы для них предлагаете? Ну вы вообще что ли? А вот средние предприятия – это новые производства. Вот здесь налоговые каникулы, и не нужно нам больше никаких ИПшников регистрировать и так далее. Слушайте, вот если у вас по полочкам вы всё разложите, всё соберёте, пригласите Минфины, скажете, товарищи, вот у нас есть концепция единая и для налогообложения, и для предприятий. Давайте вместе примем, придём один раз в Думу. Дума встанет, будет стоя нам аплодировать. Самое главное, что у нас экономика пойдёт вперёд. И люди поймут, что мы закон это принимаем для людей. Поэтому в очередной раз, Олег Владиславович, обращаюсь к вам. Не приходите к нам с точечными улучшениями. Приходите к нам сюда с системно проработанными вопросами, которые будут понятны депутатам Государственной Думы, которые изменят экономику нашей страны. Гутинёв Владимирович. Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, на фоне стабилизации и начала роста промышленного производства в прошлом году лёгкая промышленность добилась более весомых результатов. Так, текстильное и швейное производство, а также производство кожи и изделий из кожи, и производство обуви показало рост чуть более 5%. Однако, если оценивать этот рост объективно, то темпы роста в лёгкой промышленности в значительной степени достигли таких показателей из-за роста цен. Несмотря на некоторый рост, даже с учётом теневого производства, рынок более чем на 75% наполнен импортными материалами и продукцией. Вместе с тем, товары отечественного производства в данном сегменте, по оценке экспертов, способны занять до 40% рынка, заполнив нишу между европейскими брендами и недорогой азиатской продукцией. Следует отметить, что санкции европейских стран негативно повлияли на динамику экспорта товара в данной отрасли. Значительная доля продукции осталась невостребованной. При этом реализовать её в полном объёме на внутреннем рынке практически невозможно. Такая ситуация приводит к тому, что предприятиям приходится в первую очередь работать над максимальным снижением себестоимости выпускаемой продукции, но это коллегии очень часто отражается на качестве этой продукции. Финансовое положение предприятий остаётся сложным. Большинство предприятий промышленности, лёгкой промышленности, а это примерно 70%, вынуждены кредитоваться под 13%, 14%, порой 15% годовых. И в этих условиях достигнуть приемлемый уровень рентабельности довольно сложно. Безусловно, определённые шаги по развитию отрасли государством предпринимаются. Отмечу, что общая сумма субсидий, которыми воспользовались более 100 предприятий отрасли, за прошлый год составила более 2,5 млрд рублей. Субсидии, в частности, предоставлялись для компенсации кредитных ставок, затрат на неокр, на производство школьной формы. Вместе с тем очевидно, что этих шагов недостаточно. И у государства имеется ещё один серьёзный инструмент в виде мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако предприятия лёгкой промышленности из-за технологических особенностей и высокой трудоёмкости по численности работников не отвечают критериям. Считаем, что государство может и должно принять более активное участие в развитии отрасли, с чем инициатива правительства по распространению сферы применения мер поддержки среднего предпринимательства на предприятия лёгкой промышленности однозначно заслуживает одобрения. Фракция «Единая Россия» законопроект поддерживает и будет голосовать за его принятие. Спасибо. – Спасибо. Представитель президента, докладчик. – Да, если позволите, буквально минуту. Чтобы не осталось впечатления, что у нас каша в головах, и мы ничего системного не делаем. Принята стратегия развития малого бизнеса, реализуется приоритетный проект правительством по развитию малого бизнеса. Те законопроекты, с которыми мы сегодня приходим, не знаю, хорошо это или плохо, но еще придем с отдельными точечными законопроектами, они вписываются в общую конструкцию, в общую стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Это системный подход, несмотря на то, что законопроекты действительно кажутся точечными. Спасибо. – Судокладчик? Нет? – Ставьте цену голосования проекта федерального закона, включите режим голосования. – Да, голосуем. – Да, голосуем. – Покажите результат. Принято первым чтением. Пункт 7. Проект федерального закона о внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации о государственной границе Российской Федерации. Законодательное собрание Приморского края доверило и представляет законопроект депутату Виктории Викторовне Николаевой. И, соответственно, она же от комитета докладывает. Пожалуйста. – Уважаемый Александр Дмитриевич, уважаемые коллеги, проект федерального закона о государственной границе Российской Федерации внесён законодательным собранием Приморского края. Очень важен для моряков и рыбаков Дальнего Востока. Законопроектом предлагается предоставить российским рыболовецким судам, в отношении которых осуществлён пограничный и таможенный контроль, право неоднократного пересечения государственной границы Российской Федерации для прохода через территориальное море из одного района промысла в другой без повторного прохождения указанных видов контроля при условии уведомления пограничных органов и передачи им данных о местоположении таких судов. Федеральный закон о внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации содержит понятие прохода через территориальное море Российской Федерации, а также предоставляет право и устанавливает правила мирного прохода через территориальные воды для иностранных судов. Для российских судов, которые оформлены в пограничном отношении на убытие из Российской Федерации, порядок и правила прохода через территориальное море не предусмотрены. Закон РФ о государственной границе РФ также не содержит норм, позволяющих российским судам, оформленным в пограничном отношении, осуществлять такой проход, что обязывает их при каждом заходе в территориальное море следовать в морской порт для прохождения таможенного, пограничного и иных контролей. К примеру, российские рыболовные суда для перехода из районов промысла в Охотском море, промысловые районы северных Курильских островов, восточной Камчатки, Берингово море в настоящее время не имеют возможности прохода через первый Курильский пролив и вынуждены проходить через четвертый Курильский пролив, который в 10 раз длиннее. И это расстояние, пройденное судами при проходе, можно сравнить 230 миль четвертый Курильский пролив и 29 миль – это первый Курильский пролив. Только за первое полугодие 2015 года суда рыбопромысловых компаний Приморского края вынуждены были огибать и пройти длинным путем 59 раз. Финансовые потери компаний составили более 30 млн. рублей эксплуатационных затрат и около 11 млн. рублей – это упущенная выгода в связи с неспроизводительными затратами. Следует отметить, что отсутствие законодательных норм, устанавливающих правила прохода через территориальное море, затрагивает интересы не только российских судов, осуществляющих рыбопромысловый, рыбный промысел при переходе из Охотского моря в районы Северных Курильских островов, Восточной Камчатки, Берингово море, но и также рыболовецких судов и судов транспортных компаний, осуществляющих морские перевозки из российских портов в порты Южной Кореи, судов, следующих проливом Лаперуза, Керченским проливом и Северным морским путем. По мнению Комитета, законопроект может быть поддержан, поскольку он направлен на устранение существующего правового пробела, а также создание наиболее оптимальных условий для развития отечественного рыболовства и судоходства в целом. Правительство Российской Федерации, законопроект поддерживает, комитет по безопасности противодействует коррупции, законопроект также поддерживает и рекомендует принять его в первом чтении. Прошу поддержать решение комитета. Спасибо. Есть ли вопрос? Включите режим записи на вопрос. Как же это список? Ламейкин, Дмитрий Викторович, пожалуйста. Спасибо, Александр Викторович. Уважаемая Виктория Викторовна, нет сомнений в необходимости принятия данного законопроекта с целью помощи нашим рыбакам, но вместе с тем возникает вопрос по тексту проекта закона, где есть фраза «Проход через территориальное море должен быть непрерывным и быстрым». Соответственно, возникает вопрос критерий быстроты и кто его будет определять? Спасибо большое за вопрос. Вопрос непростой. Нужно следовать доработке. Я думаю, что ко второму чтению мы рассмотрим этот вопрос и посмотрим, насколько эта фраза действительно корректна. Иванов Максим Анатольевич. Спасибо. Сомнений, уважаемая Виктория Викторовна. Что касается проход через территориальное море, должен быть непрерывным и быстрым. В отличие от федерального закона, который дублируется в внутренних морских водах, никак не регулируется ситуация, при котором судну вследствие непреодолимой силы или бедствия, либо в целях оказания помощи потребуется остановка и стоянка на якоре в территориальном море. Допустимо ли будет в указанных ситуациях остановка рыболовецких судов в территориальном море? Спасибо. Могу сказать, что, конечно, вот этим законопроектом, этот вопрос не касается этого законопроекта, но есть целый ряд, есть морской кодекс, есть целый ряд законопроектов, которые регулируют эти вопросы. Поэтому нужно дополнительно посмотреть, какой законопроект этот вопрос регулирует. Если он не урегулирован, давайте посмотрим. Могу сказать, что изменения в этот закон повлекут много изменений в другие законы. Мы к этому должны быть готовы и комплексно посмотреть на эту проблему. Старовой ТФК Сергеевич Павлович. И это будет ряд еще изменений в какие-то нормативно-правовые акты. Может быть, не только законы, но и нормативно-правовые акты. Может быть, правительству стоит сначала прийти и показать, какая нормативка будет под этот законопроект делаться, и потом уже вести какой-то диалог. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Простым языком сегодня рыбопромысловые суда вынуждены, когда они выходят из порта, они оформляют таможенные, ну вот, все эти правила, вот, и только имеют право один раз. Вот есть проливы, есть места, где государственная граница, ну, они не пересекают. И эти места для того, чтобы, например, рыбопромысловые суда дошли до того места, где есть рыба, вот, они вынуждены идти в Охотское море достаточно долго. Есть короткий путь, но на коротком пути вынуждены второй раз или там два раза преодолевать или пересекать границу Российской Федерации. И сегодня в законах, если ты пересекаешь эту границу, ты обязан тут же вернуться в порт и пройти таможенный и пограничный контроль. И вот для того, чтобы этого не делать, сегодня рыбопромысловые суда, они вынуждены ходить по большому пути в обход островов, для того, чтобы дойти до рыбалки. Вот, сегодня предлагается этим законом внести уведомительный характер прохода границы. То есть проходим, уведомляем, что мы проходим, что мы идем на рыбалку и спокойно идем дальше. Бессараб, Светлана Викторовна. Спасибо. Виктория Викторовна, замечательный закон, конечно, нужно принимать вопрос такого характера. Как я понимаю, сегодня мы даем преференцию нашим российским рыболовецким рыбопромысловым судам перед иностранными судами. И может быть даже дождемся, что иностранные суда будут ходить под российским флагом. И все-таки есть такая проблема, о ней все знают, наши рыбопромысловые суда предпочитают сдавать продукцию за границей, это выгоднее, как правило. Что мы в этом направлении будем предпринимать? Спасибо большое за вопрос. Это, конечно, вопрос очень хороший, но он не относится к этому закону. Абсолютно. Здесь другое должно быть ведение и вопрос правильный. Может быть, мы должны в особом режиме взять все предложения, что делать, потому что действительно сегодня очень тревожит нас вопрос с рыбопродукцией на наших столах. И это не секрет, что сегодня вся продукция, большинство продукции, несмотря на усилия правительства, но, тем не менее, большинство продукции продается на ФОБе, то есть в море. И перегрузка идет уже на другие суда, вы совершенно правы, на иностранные суда. Предпринимаются усилия, но, тем не менее, это большая проблема, ей надо заниматься. Если желающие у вас включить режим записи, присаживайте. Кажется, Писак. Швыдкин Юрий Николаевич, пожалуйста. Спасибо, Александр Дмитриевич. Безусловно, я поддерживаю данный законопроект. Вместе с тем, исходя из практики, как правило, правонарушения пограничного и таможенного контроля совершаются рыбовецкими судами. И я не хочу ни в коем случае говорить, там негативные моменты, но вместе с тем, на мой взгляд, перед вторым и третьим чтением в рамках работы над данным законопроектом, есть необходимость, ну, более глубокая, на мой взгляд, еще раз говорю, проработки вопроса ужесточения контроля в части, значит, возможных правонарушений, в скобках преступления, я бы так сказал, пограничного и таможенного контроля в территориальных водах. Спасибо. Карлов Георгий Александрович. Спасибо, Александр Дмитриевич. Я от фракции. Спасибо, Александр Дмитриевич. Дело в том, что мы к этому вопросу подходим уже не первый созыв. Подобного рода законопроекты мы рассматривали и в пятом, и в шестом созыве. И ряд действий, в том числе при усилии Единой России, были предприняты как раз вот к сегодняшнему рассмотрению этого законопроекта. Прежде всего, мы существенно изменили девятую статью федерального закона о госгранице. В прошлом созыве, при активном участии уже теперь бывшего представителя комитета по безопасности и противодействию коррупции Ирины Анатольевны Яровой. И кроме этого, мы обеспечили все суда, легально находящиеся на промысле в морской акватории, территориальные воды и исключительно территориальных водах, спутниковым слежением для обеспечения как безопасности передвижения этого транспорта рыболовецкого промыслового на территории акватории, так и с точки зрения контрольных функций пограничных служб и других при пересечении как границ, так и в том числе выхода их за пределы территориального моря. Вот почему сегодня мы не на словах, а на деле подходим к моменту устранения излишних, избыточных административных функций. Однозначно, в данном случае, в этом моменте весь промысловый флот будет иметь возможность беспрепятственно переходить из одного промыслового участка зоны промысла в другой, экономя при этом существенные финансовые ресурсы, экономя время и, соответственно, все эти действия будут иметь последствия по удешевлению конечного продукта. Поэтому, безусловно, фракция «Един Россия» этот законопроект в первом чтении будет поддерживать. Те вопросы, которые сегодня были заданы, безусловно, нужно будет более тщательно рассмотреть при рассмотрении ко второму чтению. Я считаю, что все наши депутаты и коллеги поддержат этот законопроект в первом чтении. Спасибо. Уважаемый Александр Дмитриевич, фракция приняла решение поддержать этот законопроект, но, естественно, есть замечания. Первое – это по подаче этого законопроекта. Вместо того, чтобы пришел сюда представитель правительства, Росрыболовство, министр сельского хозяйства и в комплексе бы поотвечал на все эти вопросы. Вместо того, даже депутатов Приморского края нашу коллегу, значит, уполномочили, но не проинформировали. Что, как? Вот поэтому такие ответы. А это не предмет этого законопроекта, это к другому. Кому идти с теми самыми судьбоносными вопросами, которые есть по целой отрасли? Видимо, стесняются, боятся эти руководители сюда появляться, потому что понятно, что не все здесь так, как должно быть. Об этом только что я говорил. 20 миллиардов – это по оценке нашего комитета. Официальная цифра браконьерских ресурсов уходит. Меньше приходит в казну – 17 миллиардов. Да, а если посчитать, значит, то, что еще не увидел комитет, это будут действительно миллиарды долларов. И как же нам не задавать вопросы? Да, мы готовы сделать все, если будет гарантия, что эти законы приведут к чему? К появлению рыбы по доступной цене на наших столах. Сколько лет происходит это уже? Сколько лет мы ждем? Вот завтра, послезавтра, подождите, а в это время, только что коллега сказала, рыба отгружается в море. Где спутниковая система? Почему она не работает тогда, если миллиарды рублей и долларов перегружаются в море и уплывают на другой пир? В Японию, США, Китай. Поэтому я считаю, что, принимая этот закон в первом чтении, давайте создадим такие условия, чтобы невозможно было еще одну лазейку использовать этим браконьерам. А они есть. Они там правят балом. Почему дотационный Приморский край 43 миллиарда получает из бюджета? То есть там колоссальные запасы рыбы, все остальное. А мы датируем. Камчатка, дотационный край. Самые рыбоносные районы даже на Камчатке дотационные. Почему? Да потому что деньги миллиардами уходят в карманы, в том числе и представители власти, и Хорошавиных, и их команды. Давайте упрощать законодательство, чтобы там не миллиарды были, а уже десятки миллиардов. Поэтому, да, давайте поддерживать, но и требовать результатов. И не через несколько там лет и десятилетий, а завтра, в этом году должны быть результаты. А их нет. Опять добыча падает, цены растут. Спасибо. Докладчик? Нет. Нет? Ставьте цену голосования проекта федерального закона. Включите режим. Продолжение следует... Продолжение следует... Принимается в первом чтении перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова